Друзья, привет! Ну, просто я не могу. Они не дают мне поснимать. Они начинают так сильно шуметь, беситься, что у меня тут даже камера, в общем, упала в предыдущем видео. Но, тем не менее, всем привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал. И в этом ролике я хочу поговорить о волосах, о своей новой стрижке и не только. Напомню, что я уже написала очень большую, развернутую, красивую статью в своем блоге на Дзе. Там очень много фотографий моих. В общем, на эту же тему обязательно заходите, почитайте, потому что там есть много фотографий. Вот я к чему. Там вы более наглядно все сможете посмотреть, в том числе и мою недострижку, которую я сделала ножницами домашними сама. Я делала себе каре, и это было ужасно. Это было просто отвратительно. Не дислабонервных, на самом деле. В общем, срочку оставлю в описании. И я снимаю этот ролик, конечно же, с грязной головой. Ну, как грязная. Она не грязная, но она не первой свежести и укладка такая себе. В общем, да. Я в своем репертуаре. Но все равно будем начинать. Я думаю, вы поверите мне на слово, что я очень люблю свою стрижку. Она мне очень нравится. И в этом ролике я расскажу, почему и каким образом короткая стрижка Пикси поменяла вообще мое отношение к коротким волосам. И каким образом вообще она поменяла мое отношение к активной жизни. И что вообще со мной поменялось. Давайте, давайте узнаем об этом из моих уст. На самом деле, все, что вам нужно знать о том, были ли у меня короткие стрижки еще до этого, да. Один раз в жизни у меня была даже покороче стрижка. Я сделала ее в Англии в 16 лет, когда была там на обучении. И это была самая прекрасная стрижка в моей жизни. То есть, если бы мне мастера наши русские, российские, сделали бы такую стрижку вот у меня дома, то я бы там всю жизнь с такой ходила. Потому что вот то, что мне сделал британский мастер, оно божественно шло. И тогда я была гораздо более щекастая, гораздо более круглолицая. Сейчас я еще схудула очень сильно. А тогда у меня были такие юношеские щечки. И мне сделали шикарную пикси, которая мне очень-очень-очень шла. Но на этом моя любовь закончилась, потому что я решила, ага, приеду в Москву и буду поддерживать эту стрижку. И я сменила много мастеров. Меня мама водила по-разному. И у меня были фотографии с Англии. И затылочек был виден, и, в общем, перед, и даже сбоку у меня были фотки. Я показывала им фотографии себя, своих волос. Но никто так и не смог повторить вот так, как это было. Вот в итоге на выходе все равно получалась стрижка в стиле, я не знаю, престарелой кошатницы. И все. И я такая, ну, я опустила руки, отчаялась и просто решила растить волосы. Потому что иного выхода у меня не было. Но тогда это было начало 2000-х. Сейчас я уже понимаю, время другое. И парикмахерское мастерство шагнуло далеко вперед, в будущее. И сейчас таких проблем нет. И даже в Костроме, где я сейчас нахожусь, мне удалось случайно найти мастер. И случайно, ну, я об этом рассказывала в статье, потому что я решила обрубить свои длинные волосы ножницами. Дома, сама, и это было очень криво. Это было так страшно. И смотрелось так, вот спереди еще, ну, так, более-менее. Более-менее. И в чулочку немножко подрубила. А сзади у меня как будто такой шлем был. Знаете, в средневековье носили такие шлема. Они были, типа, без забрала. И сзади, типа, вот такая, как вниз так сходит. Я не знаю, как это называется. Такая шляпка, короче. Ну, вообще, вроде как европейские шлема. Вот. Это было что-то такое. Такой бобриный хвост у меня был. Я пыталась его подравнивать. Я пыталась его мудрезать. Но в итоге, думаю, все, убираю ножницы. Иначе я вообще намудрую такого, что потом пожалею тысячу раз. Но вместо того, чтобы жалеть, я отправилась вот в салон. Я случайно записалась к мастеру. Просто я зашла в рандомную парикмахерскую. И меня, в общем, взяли на прием. И я очень боялась, конечно. Я решила сразу резать. Я решила... Я нашла очень красивый пикси. Я думаю, ну все. У меня было столько раз коре. Я уже много лет его устригла. То длинный, то коре. Вот у меня два варианта. Третьего не дано просто. Вот. А с длинными волосами у меня особая история. Мне как бы идут длинные волосы. Это понятно. Но в какой-то момент, вот в какое-то мгновение наступает такой период, когда я смотрю на себя в зеркале. И вижу совершенно неухоженную, уставшую какую-то женщину. Да, вот женщину. Неухоженную. Понимаете? Которую совершенно не красят ей вот эти длинные падлы. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что я как-то недостаточно ухаживаю, что ли, за ними. Но они вроде прилично выглядят, блестят там и все такое. То есть я их мою, да, горячей водой, там. А бальзамчик, там. Что еще делают с волосами? Маслицем пшикаю сухим. Ну, в общем, я что-то делаю с волосами. Они у меня не просто так болтаются. Я за ними слежу. Ну, в какой-то момент я перестаю себе с ними нравиться. Это, наверное, где-то вот до лопаток. Чуть ниже лопаток они у меня дорастают. И все, это как-то ведьма, хиппи. Совершенно кто-то... Ну, бомж-хиппи. Нет, я ничего не имею против хиппи. Вот именно такой... Какая-то неухоженность, какого-то неопрятность прям веет. И хвост делаю, что-то некрасиво. Какая-то картошка получается реально. Косы плести никакие я не умею. Думаю, если длинные волосы, ну, делать красивые укладочки, там, как-то за ними, вот, миленько делать. А я просто какая-то лохудра с гнездом хожу. Вот. И, ну, знаете, плюс-минус моя самая красивая стрижка, ну, которая вот мне, мне кажется, идет, это просто удлиненная кара. Ну, не сильно удлиненная, немножко она так сходит на удлинение возле лица. Вот здесь вот, а там, типа, короче. Вот. И асимметрия у меня еще, асимметричная кара. Тоже так прикольно. Мне кажется, что вот эти две такие стрижки, они мне больше всего шли. Вот. И когда я села в кресло и показала мастеру Пикси, говорю, ну, вы сделаете такое точно. Она сказала так уверенно, типа, да я все стригу. И я так успокоилась, я прям, знаете, я поверила ей. Я поверила ей на слово. Хотя я человек очень травмированный парикмахерами, но я ей поверила. Она меня очень-очень-очень-очень долго стригла. Может, часа полтора. Она сказала, что у меня очень густые волосы, и она давно с такими не работала. В общем, она мне реально выстригала каждую прядочку, по маленькой прядочке, потихоньку. Она обрабатывала просто каждый кусочек моих волос. Очень нежно, очень легко. Я просто даже не ощущала давления со стороны. Просто рука не то, что легкая, но как будто вообще не было рук. Она на каком-то, не знаю, телепатически меня стригла как-то. Это было прекрасно, правда. Это было шикарно. И за свои 650 рублей она мне сделала замечательную стрижку. Конечно, да, нужна укладка какая-то, еще корни, видите, у меня свои светлые растут. Ну, посмотрите мои фотографии в статье на Дзен. Там у меня более свежие волосы. И вы в этом убедитесь. Но также я хочу рассказать вам о том, что поменяла во мне вот эта вот стрижка. Сейчас вот мне еще глинтвейн. Я пью глинтвейн, ребят. А если я пью глинтвейн, нужно ставить пометку 18+. Я не знаю. Не буду ставить. Это безалкогольный глинтвейн. Может быть, это так. Ладно. И, да. Первое, что я хочу сказать, то, что короткая прическа, ну, не обязательно пикси. Просто короткие волосы идут всем. Вот это правда. Я не верила в это. Я думала, с моим круглым, блин, лицом, ну, таким, не слишком, я вам скажу, худеньким. И скул у меня никогда не было. Даже когда я была худая, ошибка, у меня все равно было круглое лицо с щеками. Думаю, ну, не пойдет мне короткая стрижка. Но это неправда. Я реально убедилась, и не только на себе, а на всяких других моделях, что вот грамотно подобранная стрижка, у хорошего мастера. Если вы просто пришли в какую-то вшивую парикмахерскую, и вас обкарнали за 100 рублей, и вы такие, ой, мне не идет короткая стрижка, это отвратительно. Ну, просто вы попали не в те руки. Хороший мастер, он себя смотрит на вас в целом, на ваш образ, на пропорции лица, там, ваши губы, щеки, нос, там, телосложение в общем, в целом. И делает прическу, исходя вот из этого и ваших личных пожеланий. То есть, вот это хороший мастер. Поэтому ключевое слово – это найти мастера. Лучше того, который реально специализируется на коротких прическах. Вот тогда вы точно не пригадаете. В Москве таких, например, много, да и во многих других больших городах. Я точно знаю. Я в Инстаграме часто видела, и в Пинтиесте тоже есть, на любимом. В Инстаграме я уже не сижу, конечно, но Пинтирест, я так люблю Пинтирест. И второй момент. Есть такой миф о том, что короткая прическа – это укладка. Это много времени и внимания на укладку. Ребята, я человек с волнистыми, пористыми, непослушными волосами. Очень густыми, которые нереально уложить ни в какую прическу, никакие волны, ничего ей не держит. С ними очень трудно в этом плане совладать. Но, опять-таки, главное – попасть к хорошему мастеру, который сделает вам такую стрижку, которая будет держаться и не требовать, как таковой, сложной укладки, тяжелой, трудной каждый день. Это было удивительно, потому что у меня, блин, волнистые волосы. Ребята, я стою утром, а вот у меня вот все вот так лежит. Ну, грубо говоря. Плюс, ну что ж ты меня опять все увидит? Сел, Люська. Давайте я еще покажу. Еще я покажу этого. Вот смотрите, вот что он говорит, что вот чем Люська занимался. Ну и все, чем Люська занимался. Что у него во рту, что у него во рту. Люсь, а ты можешь покажешь что-то там? Люсь, покажи, что у тебя во рту, пожалуйста. Кусочек Линды. Кусочек Линды во рту. Ух ты, господи. Маленький. Так вот, ребят. Укладки не требуют абсолютно никакой сложной. То есть я даже феном не пользуюсь. Просто моете голову, и то волосы пачкаться стали как-то меньше, что ли. То есть раз в три дня и моя голову, и то она не выглядит, волосы не выглядят очень сильно засаленными. То есть я бы им еще, наверное, денечек была бы походить. И я просто их хорошенечко расчесываю, чтобы они не придают такую форму, в которой они будут лежать. Пшикаю их маслом. У меня масло есть такое сухое, прикольное. Ну, можно любое масло. Просто для увлажнения. Ну, или термозащиту какую-то, если вы пользуетесь там фенами. И я беру просто пудру для укладки. Знаете, есть пудра для объема. Мне посоветовала ее как раз мастер любая. У меня пудра Капус. И просто немножко так, бим-бим-бим, на корни. Вот. И немножко так взбиваю, распределяю, и все. И придаю там форму, которой не надо. Ну, у меня скучная форма, мне нравятся скучные формы. Я люблю, когда все так лаконично. Немножко в стиле. Эмо. Укладка держится как прибитая. А если вы еще пшикните ее лаком, то это вообще, наверное, ну, все три дня вам не придется ничего с ней делать. Но, по крайней мере, это то, что есть у меня. И это то, что сделал мне мой мастер. Поэтому опять возвращаемся к первому пункту. Третий момент. Ну, наверняка вы думаете, вот, наверное, она совсем не следит за собой теперь. Волосы расшёсывать толком не надо. Ну, ребята, вы знаете, как только я постриглась, я стала как-то больше... Чаще краситься, чаще надевать какие-то украшения. Вот сережка у меня одна. Это не сережка, это украшение для пирсинга. У меня был пирсинг губы. Вот нижний. И это вот оттуда. У меня просто нет, на самом деле, сережек. У меня много сережек. Но у меня нет таких, которые бы не воспаляли мне уши. А вот эта сережка, она не воспаляет мне уши. Ну, в общем, я стала как-то прихорашиваться, как-то приукрашать себя, носить платьице, даже что на меня совершенно не похоже. Как-то эта стрижка меня прям мотивирует. Возможно, потому что у меня больше времени появилось по утрам, что я не трачу на то, чтобы там сделать с волосами что-то. Ну, как-то прикольно. В общем, мне очень нравится. Соответственно, когда мы стрижем голову, голову, волосы, то какая-то такая легкость. Прямо вы как будто реально худеете, сбрасываете с себя лишнее напряжение, стресс, прожитые годы. У меня любая стрижка это всегда такой символ, какой-то новой жизни, нового этапа, вот следующего курса, можно сказать. И с этой стрижкой вы просто... Вы знаете, как вы одеваете новые асиксы, новые беговые кроссовки, и вы просто в облаках выпарите. Вот у меня такие же ощущения, когда делаю стрижку. И чем она короче оказывается, тем прикольнее ощущение. Это про какой-то наркотик. Кстати, знаете, мастер мне сказала, что когда человек приходит и делает короткую стрижку, ну, ему нравится она, ну, вот, например, Пикси, то в следующий раз он придет, и будет, наверное, что он еще короче сделает. И поэкспериментирует. Теперь прям висок выбрит. Но чаще всего люди еще, короче, стригутся. Я такая, ну, я не отрицаю, потому что я вообще пришла с намерением побрить голову там на троечке-четверочке. Думаю, ну, была не была, а волосы. Волосы. Я перестала, вы знаете, держаться, как-то и холить, лелеять волосы, ну, в стиле там, что, о, все, волосы это мое богатство, моя ценность, у меня ничего дороже нет. Я стала к этому всему относиться проще. И, блин, я просто обожаю экспериментировать. Я знаю, что далеко не каждый из нас готов на регулярные, там, смены имиджа, образа. Да это не всем нужно. Для многих людей это просто стресс. А для меня вот это удовольствие. Поэтому, если для вас тоже удовольствие, то не бойтесь, просто не бойтесь. Найдите своего хорошего мастера, а дальше все будет замечательно. Это самое-самое главное и первостепенное. Поэтому, ой, вот, друзья. А, ну, я еще забыла узнать о том, как классно бегать и заниматься спортом с такой прической. Потому что никаких резинок не нужно, никаких хвостов. Но, кстати говоря, хвост я могу сделать. Я могу собрать челку и, короче, завязать такой пучок небольшой. Но это очень комично смотрится. Я так дома иногда хожу только. Но, в целом, никакие заколки, резинки не нужны. Можно купить какой-нибудь, типа, бафика. Вы знаете, на голову такие повязочки. Но я бегаю просто в кепке. Я одеваю кепку, и мне на глаза ничего не резит. Я волос немножко собираю назад. Сзади все замечательно. Все прекрасно. То есть, так, это нам катюк. Как там сзади выглядит? Я, кстати, сама не знаю. У меня уже мой цвет прилично так отрос. Так что, вот такие у меня, ребята, впечатления. Ох, блин, ну это очень эмоциональное видео. Ну, прикиньте, я никогда в жизни, вот только один раз в 16 лет, я коротко постриглась. Это было очень-очень давно. И вот только сейчас, спустя более 10 лет, я снова сделала пикси. И если строить планы на будущее, то мне кажется, что я буду экспериментировать с этой стрижкой. Может быть, какую-нибудь другую форму придам. У меня уже есть много сохраненных картинок с вариантами стрижек. А в плане цвета пока не знаю. Может быть, ну, скорее всего, пока побуду в черном. А там посмотрим. У меня еще все маячит идея возвращения к своему родному цвету. Мне кажется, что с такой стрижкой неплохо смотрится. Кстати, ну, кто не помнит, у меня свои волосы так. Ну, какие-то такие золотистые русые, что ли. Но сейчас уже не знаю. Может, они потемнели или посветлели, или похолоднели. Я фиг его знаю. Это может, посидели даже. Ну, неизвестно. История умалчивает. Поэтому все, друзья. На этом я заканчиваю свой ролик. Если вы когда-нибудь стриглись коротко, расскажите о своем опыте, насколько он был удачный или неудачный. Хотели бы вы сделать короткую прическу, пикси. Вот, если вы боитесь, то почему вы боитесь? Чего вы конкретно боитесь? Ну, я знаю, о чем вы боитесь. О чем игре я сама боялась? Я боялась, что я буду выглядеть как-то очень престарело. Все, друзья. На этом я завершился ролик. До встречи в следующих видео. Все. Пока-пока.